Добрый вечер! Потому что вы так меня характеризуете, я человек достаточно печальный на самом деле. Да вы что? Да. И склонный к рефлексии и постоянной самоудовлетворенности. Но очевидно, как-то меня воспитали просто родители так, что о своих проблемах не нужно говорить людям и нужно это держать при себе. Поэтому я произвожу впечатление позитивное. Ну вы так весело сидели на карантине. Да, сидели мы весело, действительно. В этом, кстати, не только моя заслуга, а вернее не столько моя заслуга, сколько ансамбль «Несчастный случай», который проявил бешеную совершенно активность. И инициативу поначалу исходила отнюдь не от меня, а от нашего гитариста и звукорежиссера по совместительству Мити Чувелева, который прямо как только мы сели, сразу же создал группу в каком-то из мессенджеров, назвал ее «Карантинки» и стал нас долбать, что давай что-нибудь делать, давай что-нибудь делать. И это, конечно, явилось для нас таким серьезным спасением от скуки, от уныния, вообще от депрессии. Потому что мы поставили себе задачу два раза в неделю, там, по вторникам и пятницам, что-нибудь публиковать. Начали с каких-то своих старых песенок, а потом доигрались до совсем новых, потом доигрались до частушек, в которые втянули сотни авторов и исполнителей. В общем, в результате получилось весело, но никак не монетизировано. А, вот оно что. Вот откуда печаль, собственно, и грусть. Если бы за это еще и платили, было бы вообще зашибись, я бы не выходил с карантина. Отдельный талант. Кстати, на частушки прозвучало меня в свое время Александр Борисович Градский озадачил, сказав, что частушки — это, собственно, притеча рэпа. Да, я с этим совершенно согласен. То есть вы считаете, что родина рэпа — это Русь? Нет, ну, просто дело в том, я думаю, что не только частушки притеча рэпа. Частушка сходна с рэпом в том, что это дворовое, хулиганское, как правило, насыщенное абсцентной лексикой произведение, да, очень короткое и выразительное. В рэпе, конечно, буков больше, это точно, да, там, ну, больше простора, больше возможностей для длинных всяких периодов. Частушку я обожаю за то, что там нужно в четырех строчках выразить все. Концепт. Концепт, да. Это очень сходно, на самом деле, с работой в рекламе. То есть вот когда сочиняешь лозунг рекламный, у тебя примерно столько же пространства, как в частушке. Она очень прямо вот дисциплинирует. Кто придумал частушки? Народ. В нашем случае, имейте в виду. Ну, многие, многие очень... То есть коллективное творчество было действительно или... Ну, я, да, я составил такую группу в WhatsApp, позвал туда, ну, из своей записной книжки, там, пару сотен людей, которых знал хорошо, ну, знаю. Там Андрюша Макаревич, Миша Марфин, Женя Феклистов. Я сейчас просто обязательно кого-нибудь забуду и обижу тем самым, да, там, ну, куча была народу, Сережа Переводчиков из группы Пицца, там, и так далее, и так далее. То есть люди самые-самые преразные. Кто-то писал ужасно забавно, кто-то менее забавно, но это нормально. Существует мнение, что рэп сейчас взял на себя функции рок-музыки, если мы говорим про протестную составляющую, что рок-н-ролл это был музыкой протеста, там, в 60-х, ну, может быть, в 70-х, в 80-х в нашей стране очевидно было. Несомненно, да. Как вы относитесь к этому мнению? Я совершенно, я его абсолютно разделяю, являюсь одним из активных таких проводников этой точки зрения. Я считаю, что рок-н-ролл, он свое отработал, несомненно, и занимает теперь такую почетную позицию на золотой полке рядом с джазом, большими оркестрами, биг-битом, танго, романсом, and so on and so far, да. Вот все, там он с золотым тиснением на корешке будет стоять, и очень многие, сотни тысяч людей будут этот альбом снимать, перелистывать, наслаждаться, и он будет пополняться новыми работами, как сейчас, да, появляются новые прекрасные симфонические работы или джазовые работы. Это никуда не уйдет. Но острота, конечно, из нас ушла и переместилась, несомненно, в рэп. Вот когда Борис Борисович Гребенщиков вопрошал, будучи еще совсем молодым человеком, там, лет 35 назад, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли, ему пришлось подождать 30 лет, прежде чем пришла эта молодая шпана и стерла вот такие вот... Ну а кто это? Вот это вот рэп? Рэп, конечно, да, конечно. Там, ну, наверное, с точки зрения нас, пожилых людей, маловато музыки, но текста там и очень виртуозного временами текста, временами прекрасного по лирике, по вообще мастерству, просто написания очень-очень много. И говорить о том, что это там какая-то, ну, ах, это пустышка, ну уж точно не приходится. Она как раз сильно-сильно наполненная пустышками. Ну а на ваш взгляд, вот будущее все-таки за кем? Вот какие-то фамилии можете назвать? Нет, я не такой... Я даже в рэпе уже знаю в основном старичков, таких как Нойзо Эмси, Басту, там, ну, мне больше нравится его инкарнация Нагана, Баста, который он уже давным-давно забросил. Великолепный Оксимирон. Ну, я понимаю, что я сейчас произношу, то есть для людей, которые действительно разбираются в рэпе, наверное, я говорю сейчас, значит, Queen, Beatles, The Kiss. Почему нет? Ну нет, ну почему бы нет, да. Но это такие уже люди, которые, так сказать, являются в нашей стране отцами-основателями этого жанра. Сейчас есть, конечно, гораздо более горячие ребята, наверняка. Когда вы Бориса Борисовича Гребенчукова упомянули, я вспомнил, что в одном из интервью, может быть, ипотажа ради, не знаю, вы сказали, что вот Гребенчуков — это гений, а вот Миг Джаггер, он работает на старых дрожжах, что ли, я не помню. Миг Джаггер? Да. Может быть, все-таки Пол Маккартни? Нет, нет, был точно Миг Джаггер, да. А, ну, я не... Во-первых, сопоставление. Вот этих двух людей, которые, мне кажется, в разных жанрах работают. В разных жанрах, да. Я не помню, почему я их сопоставлял, поэтому я, с вашего позволения, перекинусь на Пола Маккартни. Они практически одновременно с Борисом Борисовичем выпустили альбомы. Ну, Маккартни, конечно, постарше, да, лет на 10, по-моему. Он 43-го года, а Борис Борисович 53-го. Ну, 10 лет. А, бинго. Да. И когда вышел вот, так сказать, последний на сегодняшний день альбом Пола Маккартни, я одновременно что-то выпустил БГ, и мы ехали откуда-то куда-то с несчастным случаем, там, из Кызыла в Орду, как-то на автобусе. И вот последовательно послушали одно и другое. Я сказал, что вот-вот, у БГ, блин, просто все живое абсолютно. Все, вот просто человека прет, и он пишет какие-то новые штуки. А Маккартни, хотя и великолепен, но вот прямо слышится такая старческая уже нота, ну прямо вот. То есть БГ поет о жизни, а Маккартни о скорой смерти. Вот по ощущению. Что я там лепил про Джаггера, я не помню, простите, пожалуйста. Амина, ну, супруга, она является вашим единомышленником в музыкальных пристрастиях. Вы одну и ту же музыку слушаете? То есть, допустим, она рэп тот же или нет? Ну, в общем, ну нет, я тоже не могу сказать, что я прямо слушаю рэп. Нет. Я внимательно, я, знаете, я его прослушиваю, чтобы знать, о чем идет речь. Следить. Да. Но вот так вот на досуге для развлечения включить рэп все-таки нет, извините. Амина, да, она очень любит большую красивую музыку. Вот такой прям вот арт-рок, глэм-рок, к которому я тоже прямо вот пристрастен. И вообще меня очень радует то, что мои малые, казалось бы, неразумные, дети, которые должны быть неразумными, слушают всякие Queen, Genesis, Electric Light Orchestra и так далее, и так далее. И прямо ко мне, мне очень забавно, когда ко мне приходит мой 13-летний сын, говорит, папа, смотри, какую вещь я откопал, и заводит мне какую-нибудь там, ну, то, что, не знаю, там, little thing called love, да, Квиновскую, которую я знаю наизусть от первой до последней ноты. А, допустим, какую-нибудь повестку, ну, околополитическую. Вот сейчас, знаете, Америка, наша любимая, ваша любимая, проходит через сложный вот такой период, и вот черные жизни имеют значение, как Life Matters. Вот эти вещи обсуждаются в семье или это не интересует? Вы знаете, когда мои дети задают мне вопросы, они же живут тоже, в общем, касаясь информационного поля, а не то, что они в нем купаются, конечно, нет, но так или иначе их это задевает. Я стараюсь всегда максимально честно отвечать на вопросы своих детей, касается ли это полового воспитания или политического воспитания, или какого бы то ни было. Иногда эти, там, раз в неделю подобные вопросы, конечно, возникают. А что вы сами-то думаете? Возможно, ведь существует тезис, что Россия повторяет все западные модели с каким-то разрывом в 5-7-8 лет. Возможно, что к нам придет вот вся эта история с харассментом, с серьезным объемом. Но она пытается, Евгений, согласитесь. А вот эти вот расовые такие вещи, типа, когда, собственно, идет там этнос на этнос, вот так вот категорически, вот как сейчас это происходит в Соединенных Штатах? Очень сложно. Наверное, это может случиться, если случится резкое экономическое ухудшение. Если брякнется окончательно нефть, и нефтяная экономика станет уже не в переносном, а в буквальном смысле нечего есть, большому проценту населения, то, конечно, на кого кинуться? На отличных по цвету кожи. Вы в этой ситуации, если вдруг такой сценарий, который, я надеюсь, не произойдет, какого-то экономического коллапса и обострения, вы уедете? Надеюсь, что нет. В смысле, я про эмиграцию говорю. Да, 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 я понимаю. Надеюсь, что нет. Я категорически не хочу уезжать, не хочу возить своих детей, потому что это бы означало то, что я проигрываю и сдаю все те позиции, на которых стоял всю жизнь. Я стою на позиции такой. Это моя страна, я хочу, чтобы она была лучше. А вот мы недавно беседовали, на вашем месте сидел Алексей Ипанин, известный актер, который нам сказал, что он свое решение не поменяет и уедет из страны. Очень много негативных комментов. Как вы относитесь к тому, что вообще социум, в основном социальные сети, очень крайне резко комментируют заявления людей, творческих, о желании эмигрировать? Или о нем желании. За счет чего вот это такая какая-то реакция? Мне кажется, что вообще очень много бед сегодняшних нашего мира, вообще нашего общества внутри России и общим планетарного сообщества. из-за безумного возрастания скорости обмена информацией, из-за того, что мы стали делиться своим мнением, не досчитав до десяти, не подумав, не переварив. У нас появилась возможность мгновенно нажать на кнопку. Ну, представьте себе, что если бы у нас, помимо возможности коммента, была бы красная кнопка, которая бы уничтожала человека. Я уверен, что девять из десяти человек, к сожалению, ну, может быть, я сейчас перехлестываю, но тем не менее нажали бы на эту кнопку, да, убить просто. Если бы не было такой кнопки, вы понимаете метафору, да? Да-да-да, такое черное зеркало. Ну, да-да-да, то, наверное, если бы у меня была необходимость выстрадать это решение, доказать его кому-то, в конце концов, пройти через, ну, суд некий, да, внутренний, то я бы не нажал на красную кнопку. А сейчас могу это сделать просто. Бахнул стакан, разозлился и нажал. То же самое происходит с комментами. Ну, просто мы же знаем из истории, что многие классики, гордость вообще там в российской литературе, люди работали за границей. Разве они любили меньше в России матушкой из-за того, что они сидели на капре, как Горький или где-нибудь? Почему сейчас вот так строго спрашивают отъезжающих или желающих отъехать? Почему это приравнивается к измене, как в Советском Союзе? Именно по этой причине. То есть это наш багаж советский, вы считаете? Нет, это возможность мгновенно высказать свою точку зрения. Вот ровно то, о чем я говорил. Просто эта возможность мгновенного реагирования, она радикализировала людей. Все, ну, это мое частное мнение, да, возможно, это неправда. Но у меня такое ощущение, что все просто пишут, не подумав. Это первое, что приходит в голову. А первое приходит всегда именно самая сильная эмоция. Потом ты задумываешься о том, что, собственно, стоп, но есть же и, ну, если ты нормальный человек, задумываешься, что есть же и другая сторона вопроса. И любого человека можно судить с разных позиций. Вообще кто-то такой, чтобы судить. А у всех есть возможность судить сразу с кондачка, просто махать топором. А насчет живших и писавших за рубежом, и критиковавших Россию, матушку, со страшной силой, да, то есть найдешь практически ни одного писателя из тех, которые являются столпами русской литературы, которые бы не написали что-нибудь весьма и весьма критического про свою родину. Да, но писали они, заметим, не используя уже упомянутую в нашей беседе ненормативную лексику. Сейчас вот этого очень много. Как вы относитесь к тому, что сейчас молодняк говорит на этом языке? В большей степени, чем, кажется, люди старших поколений. Да, ну, мне это, вы знаете, мне это не очень нравится, потому что они не слишком изящно выражаются матом. Научатся со временем. Ваши говорят? Да, наверняка. Ну, то есть как наверняка? Когда мой сын ночью играет со своими партнерами в какую-то стрелялку, причем его партнеры раскиданы по всему миру, у него в команде могут быть люди из Сингапура, из Нью-Йорка и так далее. Он, конечно, я к нему периодически захожу, говорю, шатап, вообще, что ты орешь? Я понимаю твои эмоции, но тут он затыкается. Но это не совсем то, о чем вы, конечно, говорили, потому что гораздо противнее слышать бытовой мат, когда вещи, которые можно сказать нормальными словами, излагаются исключительно матерными. Мне это не нравится, но я понимаю, что ничего с этим не сделаешь, нужно просто воспитывать некую культуру матершины, чтобы люди понимали, что абсцентная лексика тоже, в ней тоже есть правила, и не всегда ее можно и нужно применять. Вы согласны с утверждением, что успех шнура и группировки Ленинград в основном обязан именно достаточно вольному использованию этой ненормативной лексики? Да, согласен. Другое дело, что Сережа сделал это очень грамотно, и у него как раз матерные слова во мне лично не вызывают неприятия, он их очень, ну, за редкими исключениями, очень изящно, так сказать, втыкает в полотно речи, скажем так. Вернемся к концертам. Концертов не было все это время, или все-таки были по интернету? У нас было несколько выступлений по интернету, и из них, ну, там, скажем так, выступлений по интернету было штук 15, из них за два заплатили. Я все время возвращаюсь к теме, потому что заработков-то ноль просто, вообще ноль. Вот, ну, два концерта за деньги. Было два подпольных концерта живьем, в самый разгар карантина, да. Нас привозили на территорию закрытых коттеджных поселков, и мы тихо-тихо играли рок-н-ролл. Без масок. Ну, мы без масок, гости многие были в масках, конечно. Вот, а первый после длительного перерыва концерт у нас состоится 30 августа в Зеленом театре на ВДНХ, и это будет концерт спустя 6 месяцев и одну неделю после последнего публичного. Последний публичный мы сыграли 23 февраля. Такого перерыва в работе несчастного случая не было с 83-го года, когда мы основались. Мы все-таки умудрялись как-то хотя бы раз в месяц поначалу играть, а потом 10 раз в месяц, иногда 12 раз в месяц. Как вы относились вот в течение локдауна несколько ваших соратников, ну, не соратников, а коллег по шоу-бизнесу, высказывали, что бедствуют и Иосиф Пригожин, и Тарзан, и получали там обратно, опять же, в социальных сетях было сильно. Ну, они просто зря высказывались, хотя это истинная правда. Мы, вот, например, чтобы продолжать выплачивать ипотеку, продолжать платить те вещи, которые мы должны платить, ну, скажем, наши там няни, да, которые занимаются с детьми, которые мы не можем отпустить, потому что Амина уехала по своим гимнастическим делам в Крым на сборы, ее там просто заперли, у меня идут съемки, у меня почти все время нету дома. Вот, чтобы это все платить, мы были вынуждены продать квартиру в Москве, причем продать существенно дешевле, чем это можно было сделать, потому что спрос, как вы понимаете, сейчас находится на решительном минимуме. Ну, то есть до такой степени. Да, именно до такой. Ну, а как, если у тебя доходы сокращаются на 99%, то есть, ну, просто ты имеешь голый шиш, да, а платить, то есть никакой банк тебе при этом не скажет, ах, Алексей, потом, когда начнется концерт, заплатите потом. Еще какие-то ваши знакомые, вы знаете, попрошли через... Да, очень многие, я просто не буду про это рассказывать. Нет, я не прошу имен, но то есть это не какой-то вот исключительный случай, это почти что правило. Ну, это почти что правило. Если у тебя... У кого-то есть, понимаете, кто на какой стадии накопления и вложения попал? Есть люди, которые копили на что-то, да, их это накрыло, у них там под матрасом лежит миллион рублей. Да, на него можно протянуть, да, вполне. Ну, если у тебя нету, опять же, повторюсь, ипотеки, да, там по полмиллиона в месяц, например. Некоторые были вынуждены, ну, слава богу, не на черном рынке продавать сережки, все-таки обменивать на сметану, но попали очень и очень сильно. Ну, у вас же ведь наверняка есть очень много и поклонников, и, может быть, не друзей, но приятелей, весьма и весьма состоятельных, которые могли бы дать в долг. Вы вообще человек, который в долг не берет, или... Нет, я почему, я с удовольствием беру в долг, и всегда это отдаю как можно скорее. В этой ситуации мне это казалось унизительным. Именно попросить? Именно попросить. А что вообще, помимо того, чтобы деньги попросить в долг, в вашей системе координат кажется унизительным? Есть какие-то вещи, которые вы не сделаете никогда, потому что это... Ну, Жень, вы задаете сейчас два разных вопроса. Унизительный не сделайте никогда, это разные вещи. Да, это, кстати... А тогда я ответил на любое составное вопрос. Вы верите тот, что... Нет, я просто понимаю, что может возникнуть ситуация, когда я буду вынужден унизиться. Да, это, ну как, если речь пойдет о выживании моей семьи, моих детей, на что я не пойду никогда... Ну, тоже давайте отбросим ситуацию, когда там держат нож у горла моей жены, да, потому что в этой ситуации, наверное, можно пойти вообще на все. На что я не пойду никогда? На предательство. На предательство людей. Хотелось бы сказать на предательство идей, но нет. Идеи стоят гораздо меньше, чем люди, конечно. Это уже идея, то, что вы изложили. Ну, да, наверное, да. Вот эта форма. Но на предательство своих друзей, я надеюсь, мне не придется идти никогда. До сих пор, во всяком случае, я держусь. А вас? Вас предавали? Нет. Нет. Мы расходились по самым разным поводам с людьми, с которыми я был близок, но это никогда не было предательством, это был выбор другого пути. И я никогда не чувствовал себя... То есть я чувствовал себя обделенным прежним вниманием, прежней любовью, прежней уверенностью в человеке, но преданным нет. И так это и происходит. А что для вас большее значение имеет? Допустим, что человек, с которым вы как бы общаетесь, и вы узнаете про него, что он слушает, допустим, такую музыку, которую вы музыкой назвать не можете, ну, что-то вообще, что-то... Ну, мы знаем некие образцы из 90-х, и нынешний что, но вот никогда. Или, допустим, отношения, не знаю, к Америке, или к тому, что в Киеве происходит, к Майдану. Что для вас большее значение имеет? Вы знаете, Женя, и ни то, и ни другое. Наверное, меня может оттолкнуть от человека только упертость, неспособность слышать противоположную точку зрения. Или даже не противоположную, но отличающуюся. Потому что вот вы сейчас так прекрасно, сочно описали музыку, от которой засыхают уши. Но я просто знаю по себе, что я сейчас с таким ностальгическим восторгом иногда выхватываю из музыкального потока какой-нибудь Иванушки Интернешнл, от которых мы плевались, тошнили, да, вот все рок-н-ролльщики там. Просто казалось, что никогда, никогда я не смогу это слушать. Или «Ласковый май» еще интереснее. Никогда. «Только святая ночь, и только ей доверяю я!» Я думал, что ну никогда это не произойдет. А сейчас? Да давай, пожалуйста, заходи. То есть вообще никаких ни малейших проблем. Поэтому, видите ли, меня может, наверное, в человеке оттолкнуть только твердолобость. А нравится ему «Ласковый май» или «Куин» — это мне *** абсолютно. Пожалуйста. Что ж, 30 августа из репертуара «Куин» и «Ласковый май» ничего не прозвучит. К сожалению. Но любителей того, что прозвучит, будет вполне достаточно. Я думаю, что все соскучились. Я надеюсь. И мы тоже в вас верим и верим вам. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.